Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. ЗАЭТИЕ Фильм основан на реальных событиях из практики Эда и Лоррейн Уоррен. Пугающая история Эда и Лоррейн Уоррен всемирно известных детективов, занимающихся паранормальными расследованиями. К ним за помощью обратилась семья, терроризируемая темным духом на уединенной ферме. Вынужденные сражаться с могущественной демонической сущностью, Уоррены сталкиваются с самым пугающим случаем в своей жизни. Астрал. Глава 2. 2013 года. Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов. Семейство переезжает в дом матери Джоша, но как оказывается, туда вселяются не только они. Путешествие в мир призраков не прошло для семьи Ламберт бесследно. Вместе с Джошем в мир людей проник дух, который вновь хочет быть живым. И вскоре в доме снова начинают происходить странные и страшные вещи. Синистр. 2012 года. Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке. В доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия, были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром. В доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой жизни его близких. Они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения. Асрал. Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы. В детской звучат странные звуки. Но в настоящий ужас приходят родители, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребенком ухаживает мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью кому угодно. И вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром. Знаки Жизнь никогда не баловала фермера Грэма Хесса удивительными событиями и происшествиями. Ровно до того дня, когда он увидел, что его кукурузное поле испещрено непостижимыми гигантскими знаками из примятых стеблей. Паранормальное явление Молодая пара проживает в доме, который, как они подозревают, посещается некой злой силой, чтобы зафиксировать паранормальную активность, они настраивают видеокамеру, чтобы записать свидетельство существования этой силы, появляющейся исключительно ночью, когда они спят. Тут-то и начинается самое интересное и страшное. Чвертый вид На территории Аляски происходит необъяснимое исчезновение людей. Несмотря на все усилия ФБР, расследования зашли в тупик, и тайна по-прежнему не раскрыта. Психиатр Эбигейл Тайлер начинает записывать на видео беседы со своими пациентами и обнаруживает нечто очень страшное и пугающее. Дитя тьмы Супружеская пара, совсем недавно потерявшая своего ребенка, удочеряет 9-летнюю девочку, которая оказывается совсем не такой милой и безобидной, как это могло показаться на первый взгляд. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!